Давайте начнем с того, что большинство американцев и большинство в вашингтонской тусовке это же не по-настоящему, это же не обком, это же не организация вертикально структурированная. Это некий субстрат, который варится в своем соку, да? И там есть свои интриги, свои конфликты. Поэтому нельзя говорить о единстве. Но и демократы, и республиканцы в своем огромном большинстве сегодня выступают за санкции и за их ужесточение. А вот насколько... Есть меньшинство небольшое, я объясню сейчас, есть небольшое меньшинство так называемых людей из школы Реалполитик. Вот если вы вспомните старика Хиссинджера, то вы поймете, о чем я говорю. Это люди, которые всегда хотят договариваться. И вот они говорят о том, что, может быть, можно гайки перетянуть и сорвать шайбу. Вот это меньшинство, которое выступает за, может быть, не отмену санкций, но, по крайней мере, за диалог с Москвой и за то, чтобы дать, как я это называю, как я это писал сам, дать медведю слезть с того дерева, на который медведь забрался. Но пока что медведь с этого дерева не хочет слезать. Ему там хорошо. У меня следующий вопрос, Ариэль. Скажите, пожалуйста, а вот насколько реально все-таки предоставление значительно большей помощи Соединенными Штатами Украине? Особенно с учетом изоляционистских тенденций в американской политической жизни. Украина, где это, что это, это так далеко, это так непонятно. И в особенности предоставление военной помощи, за которую ратуют там Маккейн, Жизинский, Коркер и многие другие американские политики. Ждать ли этого здесь? Ждать, надеяться и с точки зрения Украины бороться за это, конечно, нужно. Другое дело, как это делается и кем это делается. Я бы сказал, что на уровне контактов между правительствами это делается. На уровне общественного мнения это делается мало. Ну, что-то делает громада, что-то она не делает, что-то она делает хорошо, что-то она делает не очень хорошо. То есть, по сравнению с другими отмобилизованными этническими общинами, украинцы в Вашингтоне это небольшая сила. Ни по сравнению с армянами, ни по сравнению с греками, ни по сравнению с Израилем. Тут еще много есть над чем поработать, если хотят. Но, как правило, не хотят, и хотят все на халяву. И на халяву очень плохо получается. Теперь то, что касается военной помощи. Я сейчас был в комнате с поставленным чиновником Белого дома, который отвечает за это направление, отвечает за базар. И чиновник сказал, мы не хотим эскалации, потому что, если она произойдет, Москва может этот процесс эскалации, в ней играть доминантную роль. Пробить коридор в Крым, сказал он, или послать танки на Киев. Естественно, что Америка этого не хочет. Америка хочет, чтобы Украина оставалась как можно более территориально целостной и успешной, как он сказал, этот чиновник. В переводе с бюрократического американского на русский администрация Обама будет всячески осторожно подходить к вопросу о помощи оружия. Помогать Украине они будут, но они будут бояться, чтобы процесс не вышел из-под контроля и чтобы, не дай бог, не было ядерной войны. Я надеюсь, что россияне тоже не хотят, чтобы была ядерная война. Мне тоже в разговорах с западными, в том числе с американскими политиками, политологами, журналистами, приходится слышать, не будет реформ или будут непопулярные, какие-то непонятные западу решения. Ребята, пеняйте на себя. Мы, как говорится, вслепую под вас не подписываемся. И вот, условно говоря, если не будет тех реформ, которые давно продекларированы, но пока идут очень медленно. Или, скажем, будут приниматься такие решения, которые сейчас обсуждаются, мы об этом сегодня будем говорить подробнее потом. Готовится, например, пакет законопроектов, которые будут усиливать давление на средства массовой информации. Де-факто введут элементы цензуры или, скажем там, упростят процедуру лишения лицензии телевизионными компаниями. По сути, дело без суда и следствия. Как на это среагируют в Вашингтоне? Ну, Вашингтон, естественно, против цензуры. Вашингтон, естественно, уже объелся выше ушей разными авторитарными действиями на постсоветском пространстве. Я сейчас не хочу называть конкретные страны, потому что с главами некоторых которых, или с бывшими главами этих стран, я в дружеских отношениях. Но не будет хорошо поняты меры по ужесточению контроля над СМИ. И с другой стороны, Вашингтон будет давить, и другие столицы, европейские, будут давить, чтобы максимально снизить коррупцию. Все понимают и все говорят о том, что в Украине уровень коррупции по международным показателям даже выше, чем в России. Хотя трудно себе представить. Коррупцию выше, чем в России. И будут всячески давить на то, чтобы снизили субсидии, в том числе в ТЭКе, и чтобы Украина стала в большей степени независимой с точки зрения энергоносителей. Это очень важно. Так же, как важно, чтобы был бюджет с минимальными дефицитами, и чтобы те параметры, которые задает Международный валютный фонд, выполнялись.